Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. У нас рубрика «Наука и технологии» и исследовательская команда в полном сборе. Роман Шахов, Лиза Калинина и наш гость, наш эксперт. С радостью представляем. У нас в студии сегодня находится врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, главврач клиники «Смарт-Чекап», популяризатор медицины и здорового образа жизни Алексей Утин. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Ну, спасибо огромное, что вы пришли к нам. У нас столько вопросов к вам и у нашей аудитории тоже. Мы сегодня будем говорить о том, что сейчас такая тенденция, все хотят быть молодыми, красивыми, борются за старостью. ЗОЖ и ПП. Рулит, да, ЗОЖ. Уже давно. Да-да-да. И вот какие-то мифы, наверное, придется вам развеять сегодня. Ну что ж, придется развеять, давайте развеем какие-то мифы. Ну смотрите, вот для начала, правда ли это, вы скажите нам, да или нет, нам все советуют, что нужно заниматься много спортом, должна быть физическая активность высокая, и правильное питание. Вот с питанием будем разбираться, что полезно, что нет, потому что много разных идей на этот счет. Много разных диет, видов питания. Давайте, наверное, с физнагрузки. Давайте, с удовольствием. Да, вот что вы скажете, как кардиолог. Кардиолог. Смотрите, вот большие исследования, есть Копенгагенское исследование, большой метаанализ, опубликованный в журнале Американского колледжа кардиологии. И там было четко написано, что люди, которые, например, занимаются бегом, бегают на низких и средних пульсах, они живут максимально долго. А вот люди, которые бегают на высоких пульсах... С ускорением. Они там, да, на высоких пульсах с ускорением, высокоинтенсивно, они живут примерно столько же, сколько люди, которые не двигаются вообще. Надо сказать, что неподвижный образ жизни сейчас считается новым курением. То есть это прям огромная проблема. При этом есть еще одно исследование такое вот у меня на телеграм-канале, оно приведено там совсем недавно, что вот если человек сидит непосредственно 8 часов неподвижно, а потом занимается чем угодно, вот то, чем он занимается, любой интенсивности. Он никак не скомпенсирует эти 8 часов. То есть не сама кардионагрузка полезна, а вредно отсутствие нагрузки. Поэтому не надо давать себе суперинтенсивную нагрузку, надо просто планомерно каждый раз встать во время обеденного перерыва и пойти погулять вокруг работы. Идти на работу пешком, с работы пешком. То есть встраивать физическую нагрузку в свою повседневную жизнь. Не ждать, что вот я дождусь выходных, и там-то я прям... Скажите, а вот, например, какая-то силовая тяжелая нагрузка. Люди приходят там тягать штанги, например, кроссфит, колеса переворачивают. Вы знаете, вот как раз молодым людям силовая такая нагрузка. Интенсивная. Особенно молодым парням, у них большая мышечная масса. Действительно, там есть ассоциации мышечной силы и продолжительной жизни. Такие есть истории. Но вот молодым людям это скорее не для здоровья, а для инстаграма, для фотографий, для всей этой красоты. И как-то ни странно, вот физическая нагрузка нужна в основном пожилым людям, особенно пожилым женщинам, потому что именно силовая нагрузка. Ну там понятно, что ни штангу тягать, ни приседать со штангой. Но вот именно с сопротивлением упражнения или упражнения, особенно упражнения на баланс, на различных нестабильных платформах, фитболах, полусферах, петлях, суспензионных системах. Они нужны для того, чтобы поддерживать мышечную массу, потому что чем больше мышечная масса, тем плотнее костная структура, меньше вероятность развития перелома шейки бедра и так далее. И действительно у пожилых людей это увеличивает продолжительность жизни. Как ни странно, в тренажерном зале с тренажерами должны заниматься пожилые женщины. Да, друзья, скажем, нет остеопороза, правильно? Да. Сейчас сделаем паузу, после которой вернемся. Будьте поблизости. Друзья, вы слушаете и смотрите Страну ФМ. Мы слушаем сегодня Алексея Утина, нашего гостя, кардиолога, человека, который помогает нам жить долго, счастливо и чувствовать себя здоровыми людьми. И молодыми. Конечно. Мы остановились на физической нагрузке, вот Алексей нам дает рекомендации. Какая она в принципе должна быть? Вот в среднем мы же можем какой-то дать совет? Ну, то есть она должна быть умеренной. Физическая нагрузка должна быть умеренной, мы не должны там уходить в крайности. И в принципе это любые занятия, хоть пилат, физкультура, бег, велосипед. То есть самое простое, что мы можем себе позволить всегда, то есть не ждать того, что мы там купим карту в самый дорогой фитнес-клуб и так далее. Мы можем ходить на работу и с работой пешком проходить условные 10 тысяч шагов. Да, там понятно, что когда-нибудь вы пойдете и в бассейн, и в тренажерный зал. На растяжку. На растяжку. Когда-нибудь наступит тот понедельник. Со следующего понедельника, да, с этого понедельника когда-то он наступит. А пока просто вот проходите 10 тысяч шагов каждый день. Вот пока 10 тысяч шагов не сделали, домой не приходите. Да, и в принципе, ну и ждите этого понедельника. Это необходимый минимум, да, 10 тысяч шагов. Да, это необходимый минимум, который нужно проходить каждый день. Желательно его там размазать в течение суток, потому что вот 8 часов неподвижности очень сильно влияет на наш сад. А время, время, с утра лучше заниматься, вечером перед сном, как вот для сердца? Просто ходьба, она никогда вам никогда не подведет. То есть если с беговыми тренировками, там нужно тренироваться, знать как бегать. Потому что мы все считаем, что мы умеем бегать, но если у нас там есть какой-то избыточный вес, тем более, да, то все-таки бег это ударная нагрузка. И нам надо правильно ставить ногу для того, чтобы не удивиться. И все равно от 20 до 79 процентов тоже исследование приводилось. Получает ортопедическую травму во время беговых тренировок, поэтому надо поаккуратнее. А какой-нибудь бесполезный есть спорт? Бесполезная нагрузка? Человек занимается итогом? Болеть и смотреть за футбольную команду. Ну, я не знаю. Пилатес, например. Да, очень полезный. Но с точки зрения, мне кажется, что боулинг не так полезен, потому что там как-то принято так сильно выпивать, что любая польза того движения, которое происходит. Мы поняли. Нашли, да, нашли. Что касается сна. Вот важно ли, просто ваши коллеги тоже сидят на этом месте, эксперты, разные нам приводили примеры, вот режим, во сколько человек отходит ко сну, это имеет значение? Ну, имеет значение продолжительность, качество сна, безусловно. Режим в каком-то смысле тоже имеет значение, потому что, скорее всего, польза всех этих санаторий, профилакторий в советского периода была в том, что человек просто соблюдал режим, и организм, когда подстраивается под режим, у него есть возможность экономить массу энергии, которую он может направить там, подредактировать свою иммунную систему, что-то ещё такое сделать с собой. То есть, конечно, ложиться и вставать в одно и то же время, высыпаться 7-8 часов, качественного, хорошего сна, очень важно, потому что, если мы не досыпаем, то мы забираем у наших умственных способностей, потому что во время сна разрушается бета-амилоид в синапсах, и человек, который хронически не досыпает, потом, через несколько десятков лет, может получить болезнь Альцгеймера, как, например. Вот такая история. Поэтому так важно высыпаться. Есть история про то, что мы должны переводить во второй половине дня свои гаджеты в жёлтый режим, потому что голубой режим экрана возбуждает... Нервную систему? Возбуждает, да, головного мозга сложнее заснуть, поэтому надо избавляться, то есть не пить кофе во второй половине дня, вот такие какие-то штуки. А, кстати, вот вы заговорили о кофе и сердце. Как много можно? Можно ли вообще? Я как-то выпускал ролик на своём YouTube-канале про то, что кофе и сердце вообще можно, если нет гипертонии, если нет проблем, то, в общем-то, пейте до трёх чашек в день. Но недавно я наткнулся 2018 года в мета-анализ, который показал, что всё-таки до трёх чашек снижается средствосудистые риски, потому что, так как кофе-жиросжигатель, он уменьшает, ну, такой очень лёгкий жиросжигатель, не сильный, но, тем не менее, меньше вероятность развития сахарного диабета и меньше вероятность инсульта. Но вот после трёх чашек кофе в день, там, каких-то стандартных, выше риск развития инфаркта. И это именно про кофе, а не про напитки кофейные с сиропами и взбитыми сливками. Да, это нужно понимать. Это про сахар. Ну и, наверное, без сахара кофе, да, вот. Ну, наверное, да. С сахаром вообще отдельная история. Сахар сейчас немножко даже демонизируется, мне кажется, в каких-то кругах. Но я согласен, что сахар – это наш бич, и мы всё больше кардиологов, диетологов во всём мире соглашаются в том, что с точки зрения диетологии всё-таки нужно ограничивать не жиры, а углеводы. То есть если раньше была принята низкожировая диета, гипохолестериновая, то сейчас мы стараемся ограничить углеводы, которых избыток. Друзья, на этой сладкой ноте мы прервёмся, скоро вернёмся. Будьте по близости. Друзья, кардиолог Алексей Учин во-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Наука и технологии продолжаются. Важный вопрос пришёл нашему эксперту. Друзья, вы тоже можете заходить в группу ВКонтакте «Страна.ФМ», писать на наш WhatsApp-вайбер, все контакты указаны. Виктория пишет. Здравствуйте. Человеку ставят предварительный диагноз ВСД по кардиальному типу, назначают эхо-КГ сердца, симптомы, учащённое сердцебиение, более 100 ударов в минуту, одышка и вопросы. Что это за болевание, чем оно опасно, какие методы лечения используются, возможно ли физиолечение, если да, то какое. Смотрите. Виктория, здравствуйте. Хороший вопрос. Этот вопрос часто приходит, придётся на него раз и навсегда ответить. Но каждый раз я на него отвечаю раз и навсегда. А мы потом вырежем вам видео, и вы будете ссылочку отправлять. ВСД – это несуществующее заболевание. В Советском Союзе был придуман этот диагноз для того, чтобы скидывать туда всё подряд. Это такая кардиологическая помойка. Чаще всего это даже не кардиологическое заболевание. Этим должны заниматься неврологи. То есть там много всяких причин, которые под этой маской ВСД скрываются. Это и эндокринные заболевания, какая-то хроническая интоксикация. Частое сердцебиение может быть при низком гемоглобине, при высоком уровне гормоносчастовидной железы. Чаще всего, конечно, в 90% случаев это расстройство какого-то такого невротически-панического спектра. Этим должны заниматься психотерапевты и так далее. Но как это ставится? Человек приходит к кардиологу, ему делают все исследования, методом исключения, исключают все эндокринные патологии, сейчас суистые патологии, и потом отправляют, например, к психотерапевту, чтобы когнитивно-поведенческой психотерапией заниматься, лечить панические атаки и так далее. Вот это. Но если врач, кардиолог, терапевт на головом глазу ставит вам диагноз ВСД, то, скорее всего, вам нужно найти себе просто другого врача. Он либо некомпетентен, либо не хочет вами заниматься вашей проблемой. Вегетососудистая дистония, да, просто ВСД может быть там? Да. Вернемся к нашей теме. Мы говорим о борьбе за молодость, так или иначе. За годы. За годы, да, и качество жизни. Смотрите, вот очень модно сейчас пить всякие добавки, БАДы, которые помогают. Ваши личные отношения как специалиста к этому всему? Омега-3, витаминки, рыбий жир. Я просто в силу своей специальности очень много пострадал из-за БАДов, потому что у нас принято... Ну вот у человека возникает сердечно-сосудистые заболевания серьезные. Наш человек, он же по простому поводу, там, не пойдет к врачу, он пойдет уже, когда, ну... Что-то случилось. Извините, капец уже, да. И он приходит прям к врачу, мы ему говорим, вот у вас высокий холестерин, бляшки и так далее, давайте пить там препараты от холестерина, там, статины. Он говорит, ну сейчас, конечно, у меня же печень самый важный орган, давайте-ка я лучше что-нибудь полезное попью, там, какой-нибудь рыбий жир и так далее. И то есть у нас БАДы, они противопоставлены лекарствам, как бы вот есть лекарства, которые нас там разрушают, ну, это уже наш царицу печень, и есть биологически активные добавки, которые, как бы, одна сплошная польза и ничего, потому что они же природные, да, и мы забываем о том, что там все самые страшные яды и токсины, они природного происхождения, там, бутулинические токсины, афлотоксин. Вот, и поэтому, поэтому, как бы вот у меня отношение к БАДам резко негативное. То есть БАДы, что такое БАДы? Это вещества, польза которых не доказана, доказан только, доказан только их отсутствие вреда. И то, и то не очень сильно. И то не факт. То есть БАДы – это вещества, которые не прошли клинические испытания. А комплекс витаминов разный. Тоже по назначению, да? Смотрите, с витаминами вообще такая история. То есть очень многие витамины, они вместо того, чтобы продлевать жизнь, их укорачивают. Особенно это касается витаминов и антиоксидантов. Там прям целая история. Можете посмотреть ролик на YouTube-канаде. Там все объясняется. Витамины А, Е в особенности. Если их принимать особенно чрезмерно, могут уменьшить продолжительность жизни. Нужно принимать те витамины, которых не хватает. Но вот по сути человек, который питается разнообразно, который не сидит на диетах каких-то, у которого нет проблем с желудочно-кишечным трактом, он в принципе все витамины более-менее сапплементирует. Ну кроме витамина D, наверное, которого в средней полосе России не хватает. Вот его можно. Вот. То есть он все витамины, вернее, получает в достаточном количестве. Вот его можно, но это опять же проверить свой витамин D, его уровень. Понятно. Меньше 30. Друзья, популяризатор медицины и здорового образа жизни, а не кардиолог Алексей Утин в гостях у страны ФМ. Мы говорим о разных препаратах медицинских, но есть же пища, которую мы употребляем, и эта пища тоже нас может делать или больными, или здоровыми. Вот если, Алексей, вы нам нарисуете варианты... Идеальный мир. Да, вот продуктов, которые мы, например, с утра бы в обед, ужин употребляли и чувствовали бы себя хорошо сбалансировано. Это что? Ну, смотрите, я не очень, как бы не совсем диетолог, поэтому я просто расскажу, что знаю. Вот сейчас нет никаких столов уже, даже в кардиологии есть там срединамурская диета. Есть еще ДАШ-диета, которая гипертоникам рекомендуется. В общем, срединамурская диета – это как можно больше рыб-морепродуктов, курица-индейка. Рыба-птица, вообще. Как можно больше овощей, не менее 400 грамм, фрукты несладкие, цельнозерновые, злаковые. Это крупы? Это крупы, да, цельнозерновой хлеб. То есть это хлеб не из муки, ограничивать быстрые углеводы. Оливковое масло. Орехи, да? Да, до 20 грамм орехов в день. Я хочу рассказать, что есть вот… Ну, мы с вами здесь говорим про доказательную медицину. То есть все, что я говорю, у этого есть клинические исследования, вы их можете найти там где-то в канале. Есть большой мета-анализ, где все продукты питания разделены на 12 основных групп. Его можно найти в интернете Food Group Mortality, то есть влияние групп питания на продолжительность жизни. Это вот собрали все исследования и разделили все продукты питания на то, как они влияют на продолжительность жизни. И вот что там получается, что цельнозерновые и злаковые молодец, рыбка молодец, бобовые неплохо себя. Там есть прям график, который показывает… Я видел пирамиду такую пищевую. Нет, там прям графики по каждой группе, как вот есть смертности, как они там вверх-вниз идут. Вот, там все четко написано. Какие есть истории? К сожалению, и к моему сожалению, я вот восторженный мясоед, красное мясо все-таки сейчас считается канцерогеном, стараются его ограничивать. Ограничивать до где-то 50 грамм в день красного мяса. И совершенно точно являются канцерогенами продукты мясные, все полуфабрикаты. То есть все, что вот приходит вам на ум, все самое вкусное из мяса… Приводящими к раку. Это к раку, там, да, поджелудочный, толстый кишечник. Никаких наггетсов, никаких пельменей, все. К сожалению, вот такая колбаса, даже дорогой хамон, это все канцерогены. Это надо ограничивать. Там есть разные причины, почему это происходит. Красное мясо из-за… В общем, рыба-птица из мяса. Рыба, куриные индюшачьи грудки, овощей, как можно больше овощей. Это не картошка, это какие-нибудь брокколи, там, ну, и так далее. Консервы, все нормально, можно рыбные. Ну, там более-менее, да. А молочка, молочка, Алексей. Да, кстати, молоко. Вот, как ни странно, с молочкой вот нет там какого-то, каких-то очень хороших результатов по молочке, поэтому можно спокойно к ней совершенно относиться. Точно, совершенно, очень плохо влияет на наше здоровье газировка сладкая, потому что чудовищное количество сахара растворено. Вы нигде, ни в каком пирожном столько сахара вы не съедите, сколько в стакане куколы. Или любого другого напитка тоже. Любой другой содовой, да, любой другой содовой, и поэтому надо вот жёстко ограничивать, потому что всё-таки глюкоза, болюстное появление глюкозы в крови вызывает выброс инсулина в кровь, а инсулин – это основное вещество, которое занимается откладыванием жира. Вот всю еду, которую вы вместе с этим стаканом газировки съели, даже это будут листья салата, ну, всё, ну, очень сильно утрирую, но она всё превратится в жировые отложения, потому что у инсулина есть вот эта вот запасная функция, не мощный адипогид. Смотрите, а вот если говорить о качестве продуктов, у нас вот в Москве, ну, в России в частности, в стране, оно нормальное? Почему ещё вот мы в предыдущем выходе говорили о БАДах? Чем аргументируют, что вот у нас плохая еда, плохая пища, некачественная? Не у всех есть фермер поблизости. Да, и в связи с этим мы всё равно не добираем вот эти микроэлементы через обычный рацион. Слушайте, вот смотрите, я постоянно в своих роликах там как бы борюсь с тем, что у нас очень много маркетинга во всём. Вот практически всё, что вы слышите там про фермерские продукты, это всё маркетинг. Вот в государственных каких-то компаниях, которые выращивают коров, яйца, молочные продукты делают, да? У них есть ГОСТы, по которым они там добавляют какое-то количество там антибиотиков или что там они ещё добавляют, для того, чтобы просто, ну, там, коровы не болели, например. Да, но это так работает сельское хозяйство. У нас 7 с лишним миллиардов на планете, мы должны обеспечивать наши потребности там каким-то образом. Вот, и есть такие штуки. Фермеры, они, если не будут добавлять эти вещества, они будут просто не конкуренция посуды, они не смогут вырасти эту корову, они тоже что-то добавляют. Просто у них там их никто не контролирует. Я не хочу ничего сказать, может быть, есть какие-то совершенно честные фермеры, но я бы не сильно... На это вёлся. Не сильно вёлся на всю эту органику, да, органическая еда и так далее. Ну, понятно. А кто проверяет это, кто контролирует? Я считаю, что если никто не контролирует, то, скорее всего, поступят как бы так, как им выгоднее. Горький шоколад можно ли употреблять, Алексей? Вот именно горький, да. Есть какой-то криминал? Наверное, можно, но дело в том, что вот мне кажется, что весь этот хайп... Я просто натыкался на статью по поводу того, что все исследования, которые говорят о том, что шоколад полезен для сердца, их масса, что все это спонсировалось компаниями, которые производят... И Швейцарии, в Сети, как раз так. Какие вредные люди. Ну, то есть я могу как бы, конечно, инфицировать. В общем, нужно заниматься профилактикой, а не лечением, да? Идти к специалисту. Смотрите, давайте так. У нас огромное количество людей, не леченных в этой стране. То есть люди, которые считают... Ну, да, понятно, обидно, когда у человека избыточный вес, обидно иметь высокое давление. Но еще обиднее, если человек бегает марафон, он такой спортивный, у него высокое давление. И вот второй человек никогда не пойдет к врачу и не будет лечиться, потому что он же ведет здоровый образ жизни в смысле давления. Он даже не задумывается о том, что оно может быть. А давление – это генетическая штука. Она там не то чтобы очень сильно зависит... Ну, там действительно зависит от образа жизни, но это очень часто зависит от того, какие гены нам достались от мамы и от папы. 30% людей взрослого населения у нас страдают гипертонической болезнью, и только 6% получают какую-то терапию по этому поводу. То есть это адекватно. 50% с высоким холестерином. То есть мы должны здоровый образ жизни вести, но и ходить к врачу, когда это надо. И наблюдаться, конечно. Потому что чем раньше мы начнем лечить высокое давление и проблемы с холестерином, тем лучше будут результаты и дольше нашей жизни будет. Мы скоро вернемся. У нас музыкальная пауза, друзья. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Роман Шахов для Закалинина в студии. В гостях у нас сегодня Алексей Утин, врач и кардиолог. Вот скажите, Алексей, у вас сейчас, мне кажется, прибавится после нашего эфира людей, потому что такого грамотного и приятного врача нужно еще поискать. Но вы же и популяризатор в интернет-пространстве. Кардиопоэт. Кардиопоэт. Как так получилось, что вы стали вести такой ликбез на просторах интернета? Слушайте, у меня клиника, в которой я работал, она закрылась на ремонт, и у меня был месяц на то, чтобы уехать в отпуск. Я уехал в отпуск, делать было нечего, я там встретил. Мы катались на серфе, учились это делать. Я встретил там своего уже сейчас близкого друга режиссера, и мы с ним решили делать вот такие. У меня была масса свободного времени, и когда это появляется, то вот рождаются такие проекты. Ну, то есть это как бы случайно, случайное стечение обстоятельств. Класс. Ну, как коллеги, нормально отнеслись к этому? Профессиональная среда, вот эта ваша элита хирургическая? Ну, поначалу такие все как бы... Ну, сейчас все же идут, поворачиваются друг от друга, перестают разговаривать между собой своим медицинским птичьим языком и пытаются объяснить людям. Просто. Да, просто людям, и тогда все поворачиваются в сторону людей. Это нормальная история, нормальный процесс, мне кажется. Как часто ролики у вас выходят в Ютьюбе, да? Как стараетесь? Я очень стараюсь сделать раз в неделю. Не всегда получается, иногда бывает прям поправиться, но я стараюсь сделать. Ну, что самое сложное в производстве? Ну, в принципе, наверное, теория это вам самое легкое, предположу. Да, найти время, там, состыковать какое-то... Это же целый процесс съемочный. То есть надо там несколько людей... Кто сценарист, вот, всего этого образа? Сценарист, сценарист я, безусловно. Да, сценарий, все выискивается сначала. Сначала медицинские исследования выискиваются, на это накладывается какая-то канва сценария. То есть мы берем тему, находим все, что можно. Все, что можно. Ну, я нахожу все, что можно. Поэтому все клинические исследования, испытания и так далее создаются по теме, которые в роликах, во всех роликах есть ссылки на клинические испытания. То есть это не просто там, потому что вот я в очках, и на мне докторский халат, я там вот это говорю. Причем не всегда, в основном бабочка, да. Да, да, да. А потому что вот я поэтому, собственно, и отказался от халатов, потому что, ну, не хочется вот такую манипуляцию использовать. Самый большой запрос сейчас, вот, как вам же пишут, наверное, на «Алексей, расскажите про то, про это, как вот так поступить?» Какая тема волнует, да, сейчас. У меня, я сначала думал, что у меня тема довольно быстро закончится, а сейчас у меня список где-то из 100 тем, которые вот надо осветить в ближайшее время, и я вот их освещаю. Потребность есть такая у людей. Ну, там есть люди прям такие, пишут иногда, обижаются. Я вот, мне пишут каждый раз ролик от ролика, снимите ролик про подагру, снимите ролик про... А мне так что-то, я даже не знаю, что про нее снять. И я каждый раз так расстраиваюсь, что человек хочет ролик про подагру, а я не могу. Надо подагроведа приглашать. Подагроведа, да. Я вот, ну, такие, да, истории. А вы следите за медицинскими блогами другими? Вот что сейчас ваши коллеги из, может быть, других областей выпускают. Смотрите, я слежу, но там есть такая, я просто знаю за собой такую историю, что если ты посмотришь ролик коллеги, то ты либо не станешь снимать, либо будешь стараться делать непохожее и так далее. То есть возникнет определенная тенденциозность. То есть ты будешь делать либо так же, либо полную противоположность, и не хотелось бы вот этого. Поэтому я стараюсь не смотреть что-то похожее и просто делать свой какой-то контент. Что на себе используете, испытываете? Ходите ли в спортзал, бегаете ли, как питаетесь? Как и врачу, как говорится, исцели себя сам. Как у вас с этим? Слушайте, я действительно занимаюсь. Я занимаюсь довольно много. Стараюсь везде либо ходить пешком, ездить на велосипеде, либо на самокате, либо на скейтинге. То есть как-то давайте... Физнаброску, да. О чем я говорю. Я не курю. Это очень важно. Я больше года назад... То есть я до этого немного курил, но немножко покуривал. Я отказался от курения. И прям это, наверное, лучшее, что можешь сделать в своей жизни. Это всем прям советую делать. Единственное, что... Не начинайте. Мне кажется, я сейчас занимаюсь борьбой в бразильском джиу-джитсу, но это не очень, наверное, полезно для здоровья, потому что я постоянно получаю травмы, хожу... Там ударные нагрузки как раз, наверное. Да-да-да, там взрывные, ударные... Ну, взрывные очень мощные нагрузки. Они, наверное, не очень полезны для здоровья, но мне прям сильно нравятся. Ну, это какая-то так, видимо, так я свой кризис среднего возраста прохожу. Таким вот, ну, что-то поделать. Ну, то есть не всегда. Там иногда позволяю себе алкогольные эксцессы. С алкоголем тоже есть проблемки. А так, ну, в общем, не во всем, не во всем я, конечно, ребятам... А в середине зерноморской диете, которую вы нам советовали, там же можно вино попивать или нет? Ну, вот у нас... Что скажет кардиолог? У меня и у большей части страны, на самом деле, вот этой истории с алкоголем... Не забывайте, сейчас чемпионат идет, да. Нет, история с алкоголем очень такая, то есть у нас потеря контроля над количеством выпитого. Да, то есть я от бокала вина удовольствия не могу получить. Вот дальше уже. Дальше уже. Алексей, спасибо вам огромное, безумно интересно. Приглашаем вас еще в гости уже по другой теме. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи в продвижении ЗОЖа, ну и, конечно, спасибо за ликбез по медицине на просторах интернета. Алексей Утин, врач-кардиолог, был у нас сегодня в эфире. Спасибо огромное. Спасибо, всего доброго, до свидания.